Это программа День города в студии Дины Исляева сегодня в выпуске. Пробки и как их избежать. Рязань готовится к строительству новых участков северного обхода и ремонту московского шоссе. Подводная охота на Рязанских озерах открыли летний сезон рыбаки, которые предпочитают нырять за рыбой, а не сидеть с удочкой на берегу. Второе рождение у мастерской художественного музея восстанавливает единственное в Рязанской области живописное полотно Георгия Вагнера. Рязань скоро можно будет окрестить городом постоянно идущих дорожных работ и связанных с ними пробок. Летом работы идут практически постоянно. Солочинский мост для Рязани это только начало. Городу предстоит пережить ремонт московского шоссе и строительство новых участков северного обхода. Валерий Седов продолжит. Солочинский мост уже стал притчей во языцах. Ежедневно, утром и вечером здесь скапливаются километровые пробки. Сейчас из четырех полос на мосту работают только две. Именно это и является одной из главных причин такого скопления машин. По словам подрядной организации, работы продлятся до ноября. Водители, которые стоят в этой пробке каждый день, видят здесь разные решения проблемы. От пробки не убежите никак. То есть поток машин, он как был, он с каждым годом только увеличивается. Пропускная способность ограничена. Если только еще один мост построить, тогда может быть что-то изменится. Не узнаю какие тут меры. Власть должна думать, заниматься всем этим. А власть не хочет ничего делать. Ночью-ночью работать вряд ли. Не успеют они тогда кости не сделать. На мой взгляд, тяжело с этой пробкой. К сожалению, объездного пути нет. Поэтому я думаю, что ничего пока терпеть. Вариантов нет. Если только какой-то понтонный мост сделать, то, что писали, это самое. Ну, вряд ли кто на это пойдет. Что удивительно, такой понтонный мост действительно существовал. В 1970-х годах он стоял на регулярной основе. Вскоре его убрали за ненадобностью. Появился он только спустя несколько десятков лет. В начале 21 века, когда на новом Солочинском мосту автодорожном, который сейчас ремонтируется, началась перекладка асфальта масштабная, то в это время, вдруг, внезапно, на время, на месяц или на два, старый понтонный разводной мост вернулся сюда, на Аку. Напротив Орехового озера он опять занял то же самое место. По нему проезжали легковые автомобили для того, чтобы разгрузить главный мост, на котором в это время переукладывался асфальт. В настоящий момент о понтонном мосту никто не задумывается. На его месте неофициальный пляж. Здесь купаются люди. Однако места для его крепления остались. Правда, проблема Солочинского моста для Рязани не единственная. В скором времени станут платными несколько участков северного обхода. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. В настоящий момент ведутся проектные работы. Сейчас заказывают транспортную модель северного обхода второго и третьего этапа. Работа, по словам чиновника, предстоит очень большая. Практика делать некоторые участки обходов платными действует уже во многих регионах. Вот только неизвестно, будут ли транспортные коллапсы при строительстве. А где точно появятся пробки, так это на Московском шоссе. Ремонтные работы стартуют уже в текущем 2018 году. В соответствии с проектом, на выполнение работ потребуется порядка двух лет. На ремонт уйдет 175 миллионов рублей. По словам местных жителей, эта улица нуждается в ремонте. Однако представить грядущие транспортные проблемы очень сложно. В начале 2000-х, в связи с крупным ремонтом моста через Аку, горожанам была представлена альтернатива в виде понтонного моста. Сейчас водители сидят в своих автомобилях, которые внутри из-за жары напоминают настоящую баню. И это ситуация, которая сложилась только из-за ремонта одной важной артерии для города. Может быть, сейчас тоже стоит подумать об альтернативных путях объезда. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». День города назначили на 4 августа. Депутаты Гордумы приняли такое решение на очередном заседании. Напомню, последние несколько лет этот праздник совпадал с Днем ВДВ. В этом году, 2 августа, его отметят в Рязанском десантном училище. 3 числа пройдет фестиваль уличных музыкантов на Почтовой, а 4-го концерт на площади Ленина. Какие еще вопросы обсудили на заседании? В нашем следующем сюжете. Вопросы о предоставлении площади под строительство нового корпуса онкодиспансера вынесут на публичные слушания. Территория в 3740 квадратных метров на Галенчинском шоссе находится в функциональной зоне парков и скверов. Начать строительство на ней можно будет только после публичных слушаний и внесения соответствующих изменений в генплан Рязани. Слушания состоятся 7 августа в 18 часов. Напомню, в новом корпусе разместят стационар для круглогодичного пребывания больных. Также депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки в городе Рязани. Они касаются участка, расположенного на улице Политаева. На этой территории планируется строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в рамках муниципальной программы развития образования в городе Рязани на 2016-2020 годы. Ранее уже были внесены соответствующие изменения в генплан города Рязани. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В программе по улучшению доступности инвалидов и малоподвижных групп населения к общественным учреждениям 7 лет через 2 года завершится ее реализация. Показательно, что недавно в Рязани открылся парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Как обстоят дела с общим качеством городской жизни людей с отклонениями здоровья, выяснял Алексей Нилов. Петр – инвалид второй группы, страдающий детским церебральным параличом. Передвигаться может лишь с помощью опоры. Общественным транспортом пользуется только если у него низкая посадка. Обыкновенный бордюр для Петра – серьезная преграда. Аналогично и с простыми ямами. А зимой еще хуже – из-за льда. Тем не менее, его главными чертами можно назвать стойкость духа и оптимизм. Петр живет вместе с родителями, которые заботятся о нем. Если бы у него был автомобиль, настроенный на такого водителя, как он, то как минимум половина трудностей решилась бы сама собой. Мне нужно было средство для передвижения, для транспорта именно. Но так как в законодательном плане все изменилось, именно произошла монетизация льгот, то транспорт, получается, не положен. Таким людям не обойтись без посторонней помощи. И всегда найдутся те, кто сможет ее предложить. Сергей Мурзин является активистом, помогающим людям с ограниченными возможностями. Хотя он сам инвалид, воспитывавшийся в Елатамском детском доме. У меня отклонение – это колено. Несколько лет назад мне сделали операцию, и она чуть получше стала. И как раз, когда ты уходишь в школу, я был в школе-интернат, очень по мозгам било, что я неполноценный, как остальные люди. И после этого как раз хочется помогать таким людям, потому что понимаешь их проблемы. Простые жители Рязани готовы обсудить проблему жизни таких людей. В частности, они рассказали, как помогли бы инвалидам в различных бытовых ситуациях. Как-то, наверное, относиться к этому более внимательно, к людям, которые вокруг. Кружок веду с глухонемами. Мы занимаемся архитектурой там. Чтобы общественный транспорт к ним немножко прислушался бы, вот это надо, конечно, сделать. Инвалид шел на тележке в 11-ю больницу. Ну, можно было доехать в две остановки, но это нереально. Остается надеяться, что данная программа поддержки людям с ограниченными возможностями будет реализовываться со всей ответственностью и вниманием к их просьбам. А до тех пор инвалидам придется ждать помощи окружающих или сидеть у себя дома. Ниов Алексей, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Рыбаки без удочек на рязанских водоемах редко, но можно встретить поклонников подводной охоты. С каким уловом они возвращаются домой, узнала наша съемочная группа. В яркий солнечный день на берегу реки стоит человек с удочкой в руках. Его улов совсем небольшой, всего пару рыб. Чуть позже к рыбалке присоединяется Михаил. Правда, его методы довольно необычны. Он подводный охотник. И пока одни ждут свою добычу на берегу, другие же, наоборот, устремляются за ней вглубь озер. Михаил увлекся подводной охотой 10 лет назад. Он увидел, как погружаются другие и решил попробовать сам. Я увидел другой мир, который, в общем-то, еще не видел вообще никогда. Поэтому был очень интересный. Настолько живая природа, настолько интересная. Подводный мир, непередаваемые впечатления были. И я решил, что нужно приобретать оборудование. Самый крупный улов Михаила – это рыба, которая весила 2 килограмма. Совсем мало по стандартам рыболовов. Однако здесь важна не охота, а сам процесс. Наблюдать, как живет мир под водой, по словам Михаила, это нечто прекрасное. К тому же мужчина признался, что рыбные блюда он и не особо любит. Мужчина рассказал, что в Рязани много красивых мест. Озера с прозрачной водой есть в Солочи, Клепиках и на Грессе. Только один раз Михаил занимался подводной охотой не в родном городе – в Турции. Причина этому – тяжелое оборудование. Для погружения нужен гидрокостюм, маска, шлем, носки, трубка и ласты. Из дополнительного большую роль играют утяжелители. Без них человек в гидрокостюме просто не сможет погрузиться на дно. Также любому охотнику нужно ружье. В нашем регионе большое ружье не нужно. Есть пневматы, есть арбалеты. У меня вот арбалет. Отличается тем, что у него резинка, гарпун. Ну и как на всех ружьях есть обязательно предохранитель. Помимо ружья охотнику обязательно нужен нож. Михаил им ни разу не воспользовался. Однако в местных озерах могут встретиться остатки сетки или лески, в которых легко запутаться. Михаил, как и многие увлеченные подводной охотой люди, погружается в одиночку. История у него накопилась достаточно. Мужчина работает в академии тенниса. Далеко не все коллеги знают о его увлечениях. А вот семья подводную охоту поощряет. На всех пикниках или поездках на природу Михаил не упускает возможности порыбачить. Очень много времени приходится давать работе, а увлечений становится все меньше и меньше. Окошко для увлечений. Поэтому, ну, все равно находим это время, едем. В отпуск, если едем, то берем с собой оборудование. Это не единственное увлечение Михаила. Он катается на горных лыжах, серфе, видборде и многом другом. Притом, именно лето – то самое время, когда для этих увлечений созданы все условия. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». На родине Евпатия Калаврата в селе Фролово Шиловского района осветили церковь в память об известном воеводе. Его построили в свои деньги меценат Анатолий Монахов, который родился в этом селе. У храма пока нет своего настоятеля. Проводить службу приезжает священник из Масалова. Ранее во Фролово стараниями Анатолия Монахова был поставлен памятник Евпатию Калаврату. Единственную в Рязанской области живописную работу Георгия Вагнера, имя которого носит художественное училище, уже год пытаются восстановить. У натюрморта на рояле, написанном в 1929 году, поврежден холст и местами утрачено полотно. О том, как работают реставраторы, в нашем следующем сюжете. И вот вся желтизна, какая здесь есть, постепенно все это уйдет. И потом восстановление живописи в местах утрат. Хотя работы еще предстоит немало, полотно уже находится не в плачевном состоянии. Холст, когда картину принесли в мастерскую, был таким, что натянуть его на подрамник не вышло бы. Очень много было прорывов. Сам холст стал настолько ветхим и хрупким, он просто ломался. И очень большие утраты красочного слоя. Так как живопись пастузная, рельефная, она сыпалась. Поэтому пришлось очень много потрудиться, чтобы восстановить ее. В реставрационную мастерскую художественного музея попадают разные полотна. На иконе «Великий архиерей» был полностью утрачен ангел. Его реставратору придется писать заново. Смоленскую дегитрию вообще спасли с пожара. Дерево пришлось очищать от копоти. И владелец иконы удивился, что темпера смогла сохраниться. Реставрация – процесс длительный и дорогостоящий. Работа мастера с ранней ювелирной. И использовать приходится натуральные материалы. Но все затраты оправданы, рассказывает Елена Росина. Потому что вернуть к жизни получается действительно редкий полотно. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцам предлагают посмотреть, как выглядели подарочные издания 19 и 20 века. В Кремле открылась выставка обаянии старого альбома, на которой представлено 50 старинных иллюстрированных изданий. Впечатлениями поделится Анна Малистова. Все экспонаты хранятся в научной библиотеке Рязанского музея-заповедника. В течение двух месяцев посетители смогут ознакомиться с книгами, которые посвящены памятным и юбилейным событиям в истории России. 50-летию со дня выхода манифеста об отмене крепостного права, 100-летию Отечественной войны 12-го года, 300-летию дома Романовых, 200-летию со дня рождения императора Петра I. Дело в том, что эта выставка не совсем обычная. Мы хотели показать не просто редкие, скажем, книги, или книги, которые сыграли какую-то роль в нашей культуре. Мы хотели больше внимания обратить на именно оформительские моменты. В 19 веке большинство книг издавались мягкой обложки, но были и исключения. Отдельные экземпляры, так называемые подносные книги, они предназначались для подарка. Это издания на особой бумаге с роскошным внутренним и внешним оформлением. Украшались они кожей, золотым тиснением, обрезом и многими другими декоративными элементами. Над иллюстрациями и переплетами подарочных изданий работали лучшие российские и зарубежные художники того времени, в числе которых Воснецов, Самокиш и Нестеров. После отмены крепостного права в России было около 200 типографий, каждый из которых стремился выпустить хотя бы один экземпляр подобной книги, чтобы показать свой престиж и мастерство. Эти книги всегда имели очень большую ценность. Они передавались, как правило, из поколения в поколение в семье, хранились очень бережно и были, скажем так, если не предметом вкладывания средств, то предметом престижа уж точно. Не только с оформлением, но и с содержанием некоторых книг посетители выставки могут ознакомиться в электронном варианте, пролистав страницу уникальных изданий. Организаторы признались, к сожалению, в витринах можно увидеть только обложку экспоната или отдельные иллюстрации. Основная цель выставки – заинтересовать посетителей и привлечь их в научную библиотеку, где они уже подробно смогут рассмотреть издания. Анна Малистова, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Добраться до работы по рязанским пробкам, которые в час пик стали больше походить на столичные, не так-то просто. Общественный транспорт – вещь, конечно, хорошая, но не самая быстрая. В этой ситуации всегда придут на помощь таксисты. В Рязани работает автопарк «Неотакси», где главные условия – соотношение цены и качества. Подробности далее. Включил зажигание и поехал. Для работников такси – дорога всегда вперед. Один из немногих автопарков Рязани обновил свой модельный ряд. Более 30 новых «Киарео» 2017 года выпуска уже колесят по улицам города. Быстро, удобно, комфортно. Именно за эти качества рязанцы выбирают брендированные машины компании. В этом году «Неотакси» благодаря выбору пассажиров получила почетное звание «Лидер доверия». Мы очень благодарны нашим пассажирам, нашим клиентам за то, что они выбирают именно нашу компанию, компанию «Неотакси». Мы стараемся работать для них. У нас работает приложение для клиентов. Мы обновляем парк. Сейчас в нашем парке более комфортабельные автомобили, комфорт класса. В «Неотакси» заказать машину можно обычным способом – по телефону. Номер запомнить легко – 50-50-50. Или через приложение. Это удобно и для водителей, и для пассажиров. Денис Челноков работает в «Неотакси» всего три месяца, но уже успел оценить все преимущества. Помимо своего автопарка и официального трудоустройства, плюсов достаточно. Машины хорошие. По ремонту ничего никогда задержанных нет. Если что-то ломать – сразу чин. Ну и клиент. Оператор очень хорошо работает. Бывает, у других приезжаешь. То клиент уехал, то там адрес неправильный, то еще что. Тут оператор никогда, никто клиента не жаловался. Все четко приезжаешь, клиент уходит сразу. Ну, сервис очень хороший. Хорошие условия. Стабильность. Стабильный заработок, можно сказать. Много постоянных клиентов, скажем так. Которые действительно уже уверены в том, что будет выполнен их заказ, качество обслуживания. Все тут стабильно. В современном мире такси – это необходимость. И хочется, чтобы машины были комфортными и безопасными. В «Неотакси» именно такие. Новые «Киарео» уже полностью готовы к работе и ждут только водителей. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники Рязанского гидромедцентра предупреждают о сильной жаре в ближайшие дни. Днем 29 и 30 июня, а также 1 июля температура воздуха поднимется до отметки в 33 градуса. Рязанское управление МЧС напоминает, в такую жаркую погоду увеличивается вероятность возникновения природных пожаров. Также необходимо соблюдать меры безопасности при купании, не оставлять детей в водоем без присмотра. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. В избежание перегрева не стоит находиться на улице в период повышенной солнечной активности с 12 до 16 часов. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Продолжение следует...